Что здесь случилось? Здравствуй, юноша. Ты поселился здесь сегодня, верно? Да, сэр. Я уже выговорил с твоим отцом. Судя по всему, в день вчерашних событий вы были за пределами штата. История убедительна, всё в порядке. Постарайся нам не мешать. Мы расследуем серьёзные преступления. Произошло убийство? Я не могу об этом говорить. Ну, пока. Пока. Ха, я же тебе говорю детектив. Но у него эта униформа и значок он там справа есть. Что тут мало народу живёт, на самом деле. Опа, кто-то есть, боже мой. Да, чего тебе надо? Не рановато ли для Хэллоуина, а? Ха-ха-ха. Я, блядь, это у тебя надо спросить, мать. Ты чё, вся зелёная и в вулдырях каких-то. Э-э-э-э. Турацкие бесполезные дети. Д-д-д-д-д-д. На хуй не делают. Хоя, это надо говорить. Сейчас мы быстренько всё осмотрим, что ещё можно пиздануть. ванная. Что это было, черт возьми? А, призраки? Нет? Хоть знает. Ну тебе лизок-то сказал, что здесь нет, ни херя, значит, у тебя глюки просто цели. Ну это переходный ворс, ты в маске, у тебя там херовое зрение. Так, пойдем к пиздюку. Команта Ларри. Эм, Ларри? Твоя мама сказала зайти познакомиться. Я только что заселился в 402-ю квартиру. А, заходи, дверь открыта. Ну ебать, Ларри-то художник, ты посмотри. Вау, клевая маска. Это протез. Ой, блин, ну ты уж извини. Да ничего, мне говорили вещи и похуже. Рад, что тебе понравилось. Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Лады, сменим тему. Эм, так у тебя, типа, подняли лица нет? Меня зовут Ларри, я живу тут внизу со своей мамой. А я Сал. Друзья называют меня Салли Крамсали. Сука. Как это, блядь, ну серьезно, у человека протеза, у человека лица нет, а его называют Салли Крамсали, охуеть. Салли Крамсали? Ну, видимо, настоящих друзей у меня... Ну да, настоящих друзей у меня не было. Так что, когда эти уроды начали меня так называть, я решил оставить это имя, лишив их возможности дразнить меня. А ты, чел, непростой, Сал. Странный малый. Нравишься ты мне. Мы точно поладим. А, твоя мать сказала то же самое. Мама знает, как лучше. Мне нравится твоя футболка. Спасибо. Надпись на ней значит Салли в Крамсали. Ха-ха. Ты чё, дурак, блядь? На самом деле, это мерч металл-группы Смысловая фальсификация. Любишь металл? Не знаю. Значит, сейчас мы это проверим. Зацени-ка эту песню. Это их первый сингл, а альбом выйдет через пару месяцев. Чё нашёл? Блёха, муха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А долго будем слушать? Нет? Слышишь? Салли Крамсали слушать устали. Алё. Чувачок. Это так надо? Хорошо. Ну, хорош, чувак. Серьёзно. Что произошло 430? Шшшш, потише, чел. Я прочистил туалет для миссис Андерсон, и тут ворвался он, крича как сумасшедший. Я знаю, что ты сделала. Херман всё мне рассказал. Ты тупая сука. Она хотела его успокоить, но и слово сказать не успела, как он перерезал ей глотку. Я был в шоке, меня словно парализовало, чел. Мог лишь смотреть на всё это через дыру в двери в ванной. В общем, всё произошло мгновенно. Он почти сразу же замёл все следы. Не знаю, каким чудом, но он меня не заметил. Я никому об этом не рассказывал, даже маме, но я тебе доверяю. Ты знаешь, что я это сделал? Ага, наверняка это Чарли. Стремный чел с 204. На нём были перчатки, так что не думаю, что она ставила отпечатки. Может, скажешь копом? Я пытался рассказать детективу, но он сказал, что у меня нет доказательств. Будто моих слов мало. Что не так с парнем в 103? Мистер Эдисон, владелец этого места. Он ни разу не покидал квартиру. Всегда общается через щель для почты. Хороший чел, но странный. Если ему скажешь чай Эдисона, будьте добры, спасибо, он заварит свой знаменитый чай. Самому мне не нравится, но взрослый от него без ума. А у тебя всё? У тебя всё, окей, пока. Пойдёмте скажем чувак... Ой, радио. Это, эм... Сканер с настройкой на полицейские частоты. Могу слушать, о чём треплется копа. Где ты, чёрт возьми, его достал? В другой раз расскажу, но эй, ты мне только что отличную идею подал. Если я сделаю ложный вызов, может, получится их отвлечь, чтобы ты успел просказать 403. Может, найдёшь там какие-нибудь улики для детектива? Что-нибудь, что они упустили. Так каков наш план? Я позвоню и скажу, что ограбили банк и взяли заложников. И копов, как ветром, сдует. Думаю, это даст вам несколько минут, пока они не сообразят, что их накололи. Когда я позвоню им, ты уже должен быть наверху, чтобы не терять времени. Можем общаться по рациям, у меня есть. Так я смогу марикнуть, когда пойму, что копы возвращаются. По мне, вполне надёжный план. Только, может, не ограбление банка, а разбойное нападение на заправку или аптеку? Так будет правдоподобнее. Хм, ага, думаю, ты прав. Клёвая идея, Салли. Вот, держи. Гони в своей комнате дай знать, когда будешь готов. Хорошо. Давайте-ка мы провалим и сначала попробуем заварить, так сказать, чайку на первом этаже у мистера Эдисона. Только я какую-то фразу забыл. Добрый день, молодой человек. Чай, Эдисон, будь добрый, спасибо. На минуточку. Держите, сэр. Приятного чаепития. Теперь этот чаёк, возможно, от кому-то отнести. Думаю, что сначала стоит к бабульке сходить. Отдать ей чайку. Возможно, наша бабулька, она любит чай. Опять ты? Почему вы, детишки, постоянно пытаетесь испортить мне жизнь? Оставь меня. Амммм. Может, он за чай отдаст мне пони? Здорово. Да, понимаю, ты лишился дара речи, увидев мою шикарную коллекцию. Конечно. Ты, главное, не переживай. Можешь заходить ко мне и смотреть на неё в любое время. Ммм, я учуял чай Эдисона. Да, эту чашечку мне дал. О, обожаю чай Эдисона. Давай сюда. Елкую мать. Что такого может быть в чае? Ах, как вкусно. Расслабляет. Опа, можно что-то спиздить. Эх, видимо, я ненадолго задремал. Надеюсь, ты не думал трогать моих пони, пока я спал. Сал, ведь ты начал мне нравиться. В мыслях не было, Чарли. Дорога в Альдорадо.